так девочки по просьбам для моих русскоговорящих подписчиц еще раз повторяю видео про насадку для косой бейки это мой оверлог это baby lock triumph вот такая вот насадка идет к нему на на самом деле в наборе всего три таких насадки то есть три таких дополнительных штучки значит этот размером 30 миллиметров то есть ширина бейки которая будет вставляться в этот attachment должен быть 30 миллиметров и если вы посмотрите вот здесь вы увидите 8 миллиметров тире 30 миллиметров то есть 8 миллиметров это ширина готовой косой бейки так значит я сейчас покажу вам проект по которым я работаю это чехол под платье значит я уже обработала переднюю часть горловины я обработала заднюю часть горловины это изнанка это лицо то есть я обработала заднюю часть то есть это последовательность обработки такая чтобы вы много не резали и не обрезали этой косой бейки то есть я сначала прикачала бейку используя вот этот вот вот эту насадочку я прикачала начиная отсюда и закончила здесь отрезала затем я притачал а эту косую бечуку на заднюю часть потом я взяла и начала от заднего уголка то есть это задний уголок вот так вот отсюда я прям начала начала строчить дошла до уголка которой впереди и продолжала строчить дальше продолжала строким дальше 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 ровненькую ровненькую сделала такую бечку то есть если вы посмотрите на обратной стороне вот так она выглядит и вот так она выглядит на лицевой части что я хочу сейчас показать сейчас я мне нужно закончить вторую часть вторую часть подмышки то есть будет начало лямочки потом продолжу на подмышку и закончу на заднем уголке то есть последовательность еще раз повторюсь еще раз повторюсь потому что получил очень много вопросов по последовательности работы то есть я вставляю косую бейку в это в эту насадку и начинаю так начиная отсюда обработала вперед потом обработала спинку потом начиная с заднего уголка я обрабатываю вот отсюда начиная за никого я обрабатываю подмышку и ухожу строчить лямочку вы можете обрезать можете не обязательно дальше можете продолжить если у вас уже вставлена косая бейка вы можете продолжить строчить вот эту свободную часть лямочки да и потом начать с переднего уголка и закончить на заднем уголке то есть то что я сейчас буду делать сейчас я покажу вам как я заправляю косую бейку так как у меня эта часть не обработана я вставлю эту косую бечку в свою эту насадочку покажу как я заправляю и я начну обрабатывать эту часть но начну не отсюда повторюсь а начну вот прям строчить ее просто саму эту лямочку то есть я строчу весь тот кусочек сначала а потом подставлю свое свой чехольчик и начну как продолжение обрабатывать подмышку поехали так как мы заправляем эту насадку значит но первых я уже прикрутила ее к моему верлочку к моей платформе значит здесь вот эти два болтика вы на самом деле можете регулировать его положение то есть положение этой насадки вы можете извините это влево вы можете это звенуть вправо также здесь имеются два дополнительных болтика которую вы можете регулировать положение губок то есть вот этот весит 300 вся эта конструкция делись на самом деле на три части с первая часть это вот этот заборчик зигзагов вторая часть это вот этот конус английский называется кон и сама как бы функциональная часть так как я говорю на своих классах та часть где в общем-то случается то самое чудо где все происходит это бы здесь так называемые губки или липс на английском то есть вот благодаря вот этим губкам на самом деле право прямая полосочка заворачивается в двойную складочку то есть это насадка формирует двойную подгибку то есть двойную войну бечку то есть одна складочка будет наверху и одна складочка будет внизу еще раз дайте вам покажу чтобы понимали о чем я то есть вот если вы посмотрите на готовую бейку да вот если вы посмотрите на срез на срез да то есть вот здесь у нас есть верхняя складка так как это лицо да то есть вот она верхняя складка а здесь есть нижняя складка то есть этот это насадочка формирует двойную складочку поэтому называется double fold bias attachment то есть двойная складочка и так как мы заправляем нашу бейку в эту насадку во первых что на что нужно обратить внимание первое то куда направлен шовчик то есть как это сделай я вырезала две косы бейки расстоянием длин шириной 3 сантиметра и сначала их вместе вот это шовчик который у нас используется вот он итак поехали заправлять а значит что первый первый шаг что мы должны на что должна обратить внимание то что на шовчик смотрит на нас то есть бейка будет заправляться не вот так а вот так потому что это изнаночная часть значит прежде чем я заправляю что-либо я нахожу шовчики если она не есть и вот так вот его держу то есть разворачиваю бейку изнаночной стороной к себе теперь я завожу эту бейку вот этот вот зигзаг да и вот так оттягиваю и берусь за кончик то есть вот это кончик здесь существуют разные технологии разные способы заправки некоторые рекомендуют обрезать этот кончик под 45 градусов только тогда заправить некоторые км делать чекать его вот так под 45 градусов потом заправлять некоторые не рекомендуют отрезать этот уголок я на своих классах обычно говорю отрезать его вот так но из опыта некоторые и студентки почему-то предпочитают совершенно обратный способ поэтому я не настаиваю не утверждаю что вот только этот способ правильный пробуйте и смотрите какой способов будет для вас работать лучше всего значит потом я беру пинцетик позначитаю я заправила его сюда вот этот направитель до сети компа оттолкнула и потому так пинцетиком продолжаю подталкивать как только он попал вот в этот в эту вот улиточку да в этот конус значит я беру пинцетик и продвигаю его вот сюда продвигаем я его не щипаю не тяну не тяну его ни на себя не от себя то есть я просто его потихонечку вот так подталкиваю чтобы я смогла увидеть вот здесь вот этот кончик перехватываю пинцет левую руку хватай уголочек и вот так вот его тяну назад вот это очень важно вот это вот движение очень важно то есть некоторые девчонки хватает этот уголок и тянут его налево это неправильно то есть таким образом ваша двойная складочка не будет сформирована то есть в этом случае очень важно девчонки это просто из опыта вы правильнее направляете ткань то есть вот еще раз давайте я назад это все дело отыграю вот смотрите представьте на что не бойтесь туда-сюда его подергать а на самом деле на классах я обычно пугали своих студентов вот этим вот маневром вот этим движением то есть я заправляю а потом тихонечко выдергивая не ах все вздыхают и это зачем вы выдернули также все замечательно получилось но опять же это практика то есть против чем больше вы практикуете с тем больше у вас пути быстрее у вас то получится так еще раз повторяю это движение то есть вот я беру пинцетиком подталкиваю до тех пор пока я увижу вот этот уголочек перехватываю пинцет левую руку прихватываю уголок и смотрите внимательно то есть я беру и сразу же сразу же направляю свою тканюшку до перехватиться надо вот так вот сюда прям к иголочкам таким образом потому что смотреть еще раз если вы его так вот уголочек потянете вот сюда вместо того чтобы потянуть его назад видите складочки вот эти совершенно не формируются то есть это неправильное движение это очень важно я очень часто вижу как девчонки мои пинки делают ошибку на этом этапе еще раз прихватили поймали завели назад и как только вы заявили назад вы в принципе можете увидеть вот в этом месте давайте вам сделать зону подвину камеру вот видите вот в этом месте сразу же как только вы увели эту ткань назад вот в этом месте сразу формируются две складочки 1 наверху и 1 внизу это то что нам нужно поставим назад что я сейчас хочу сделать я хочу так как я его дернула два-три раза я хочу вот так вот его завернуть сформировать тебе складочки и вот так вот то есть я моя идея то есть я хочу придержать кончик для чего для того чтобы правильно опустить иголочки то есть вот теперь я готова опустить иголочки помните я упоминала вот эти болтики они важны в на этапе если вдруг вам не понравится как идет у вас строчка то есть каким образом у вас иголочки спозиционирована ответить его здесь у меня спозиционируя практически прям посередке по и бейки иногда иногда я делаю я сдвигаю позицию моих иголочек либо налево либо направо все зависит от того какого результата я хочу достигнуть то есть зависит от того что вы хотите увидеть в конечном случае ну давайте попробуем значит так как я уже шила вчера и позавчера использую эту насадочку то у меня уже выставлена вот эта вот позиция и давайте вам покажу как она будет выглядеть в результате опуская лапку очень значит когда вы будете шить еще что хочу напомнить на что обратить внимание когда вы будете шить глазками конечно будете смотреть вот сюда то есть таким образом контролировать как у вас спозиционирована тканюшечка по отношению к насадке но что очень важно также обращайте внимание что происходит у вас вот здесь вот здесь вот в этом месте то есть вам нужно предотвращать сгибание заламывание вот этой бейки потому что это важно то что если только вот здесь вот что-то вот так вот замнется и загнется и и зайдет загнутом состоянии в этот направитель то у вас не получится красивой бейки то есть ваша задача смотреть не только сюда но также и вот сюда давайте посмотрим как это будет выглядеть сначала попробуем строчить сантиметрика 34 ну смотрите видите как получилось то есть вот эта позиция моей насадки с отлично выставлена отредактирована меня все устраивает я готова строчить на что помните я говорила что левую лямочку так это было лево лили да нет право на самом деле это было право лямочку я уже отстрочила да вот я ее раздела и я ее начинала строчить вот от этого уголочка от заднего со спинки и когда я пришла к переднему уголочек я не остановилась продолжала строчить таким образом сформировала лямочку теперь мне нужно сделать обратную позицию то есть теперь я должна сначала сделать лямочку которая будет по длине 27 сантиметров 27 сантиметров это мой размер у нас будет другой размер то есть она будет 27 сантиметров как только я на строчу 27 сантиметров лямки после этого я подставлю свою свой платьишко и продолжу оформить подмышечку то есть сейчас я что-то сделать строчить лямочку то есть я продолжаю строчить если вас если вы видите что ваша бейка каким-то образом после того как она сформирована то есть вот на расстоянии между насадкой иголочкой каким-то образом она очень что-то с ней происходит сдвигается на и либо влево либо вправо либо она перекручивается остановитесь и посмотрите что происходит поднимите лапку загляните если нужно вот извините если нужно да что ж такое другую камеру если нужно открутить вот эти два болтика и сдвиньте вашу насадку влево или вправо таким образом вы ее зафиксируйте правильное положение моя вроде как все нормально работают давайте посмотрим как это будет выглядеть то есть я глазками смотрю вот сюда сюда не смотрю потому что вижу что принципе смотрю немножко но я вижу что она формирована нормально я смотрю вот здесь видите моя правая рука немножечко придержит но бейкой таким образом как бы немножечко контролирует то есть я не тяну не растягиваю я просто хочу быть уверена что она заходит ровно вот видите как получается дать покажу поближе вот такая вот замечательная лямочка вот такая вот замечательный совершенно изнанка она растягивается то есть на очень комфортно в носке несмотря на то что тканюшечка это так сказать но не самое высшего качества это blend это полиэстер и у него что что там там шелк полиэстер в общем синтетика поэтому она конечно немножко подтягиваться на ощущение она очень такая влажненькая мокренькая что в принципе нужно для чехла потому что я говорила нас это я делаю для себя как чехол под шифоновой платьишки которых у меня несколько и которых я надеюсь я еще сделаю несколько немножко потянула этого не нужно делать так что я хочу сейчас я хочу померить как уж длину я уже отстрочила мне как вы помните нужно 27 сантиметров лямки плюс по сантиметрику на подгибку на завод под уголочки так значит вот мы сберем мере он смотрите как я уже сделал аж целых тридцать девять все пора остановиться так останавливаюсь и начинаем сейчас видим немножко не продумано будет конечно у меня шов впереди ну так это чехол мне это не страшно абсолютно что я сейчас делаю сейчас моя задача завести мой то есть вот это передний уголок это вперед моя левая подмышка ведь моя задача сейчас завести конюшку между складочками вот сюда давайте сейчас будем это делать